Еще раз привет, дорогие друзья, любители красивого киберспорта. Мы продолжаем смотреть за ESL Pro League сезоном 11, микрофонов Гомеры, Дедайс. И, собственно, мы здесь собрались для того, чтобы немного посмотреть на замечательный, уже горячо любимый североамериканский регион и насладиться зарубой двух замечательных команд. Это ЕГЭ и Фурия. Да, на самом деле Фурии побеждать, наверное, уже не столь обязательно, поскольку имеется 6 очков. Ну, в идеале проходить там верхняя сетка имеется, правильно? Значит, наверное, если выиграют еще ЕГЭ, то верхнюю сетку уже точно попадают. А вот у ЕГЭ счет 1-1, и, наверное, им этот матч очень сильно уж надо. Ну, ЕГЭ один из соперников, с которым действительно есть смысл побороться с командой Фурия для того, чтобы укрепить свою позицию. Тем более, что, насколько я видел формат, верхняя сетка — это не только возможность, ну, не вылететь до финала, да, или, по крайней мере, получить еще одну попытку. Также победитель финала верхней сетки получит преимущество в одну карту. Там было 5 финалов, так что да, это весьма серьезный такой весомый бонус для того, чтобы цепляться за каждую встречу. И пока что у бразильцев, ну, ни единого поражения. Чем не серьезный аргумент для того, чтобы продолжать душить соперников, показывать хорошую игру. Так что стимула более чем хватает наверняка. Ну и опять же, 4 команды, там может все очень резко поменяться. И раньше времени расслабляться, я думаю, Фурия не будет. ЕГЭ, ну, тем более, учитывая их ситуацию, учитывая то, что раз они уже проиграли против команды... Господи, против кого же они проиграли? Против Стоворов. Или Стоворов. Да, 2-1 они проиграли, притом первую карту забрали, а потом две подряд отлетели. Да, расслабляться им точно не стоит. Еще не наиграли они себе нужное количество очков, поэтому, друзья, игра обещает быть точно уж интересная. Ну и кайфы, в принципе, на игру тоже равные, там, плюс-минус. Ну, наверное, такая игра должна здесь быть. То есть ждем трех карт, ждем хорошей рубки. Хотя, вот опять же, кто его знает, как вообще будут обстоять дела. У нас уже привыкли как-то ожидания не оправдываться с тем, что мы видели неоднократно. Вчера Лебрей, например, просто удивили, на самом деле. 2-0 закрыли Стоворов, поэтому сегодня, возможно, тоже будет какая-то неожиданность. Ну, скоро узнаем. Все же у ЕГЭ не самый простой период. Тоже по общей тенденции можно, наверное, отметить то, что у них присутствует определенный спад. У нас уже, тем временем, начинается первая карта. Ого, здорово. Это будет Мираж. Ну, а Фурия — это команда, которая, в принципе, стабильностью не славится еще... Наверное, со времен подписания этого самого заполученного контракта, который в любой любой ситуации им напоминает вообще абсолютно весь интернет. Ну да, да, тот самый знаменитый пятилетний контракт. Ну и, друзья, быстренько по пикам пройдемся. Справа в углу вы видите. Мираж взяли Фурия, далее будет Даст 2, и третья, если понадобится, Вертига. Еще сегодня сыграется. Ну и ЕГЭ, конечно же, в защите начинает на пике оппонента. Ну и удачи командам. Что здесь остается добавить? Давайте просто смотреть, что придумали команды. И явно у бразильцев снова какой-то коварный план. Традиционно можно подметить огромное количество гранат. Вы в столетках классный молотов на окно. Тем самым сокращая дистанцию, будут быстро идти шорты с сплитбэпуэнтом. При этом на лифтах. Брис. Его могут не допроверить. Брис! Не-не-не, Винсент Каёнко здесь ветра не сделает. Как, в принципе, и Итан Арнольд. Ну и Тарик в коврах. В апартах тут здесь не сыграет. Церк, правда, есть размен. Но уже ситуация 2 в 4 весьма патывает. Церк с шорта пытается поиграть. Но там полностью закрыто. И, в принципе, проход без проблем в плент будет совершен. Станислав, друзья, минус арт. Ну и 2 в 3 уже имеется шанс. Наверное, учитывая, что есть еще эти фускиты с Маком. Не справляет с Церком. Ну и 2 на 2 уже ситуация. Друзья, напоминаю, 2 в 5. Начинали эту пистолетку. Церк забирает еще к Сирату. Хенни последний. Неужели все погибнут? А Церк это какое-то полнейшее безумие. Энрик Телос 1 в 2. Тут уже нужно делать ветер для своей команды. Пытается размонсить первое второе. Получает по голове. Это квадрокилл для Церка. Слушайте, ну когда ЕГЭ играет в пистолетку, мы всегда смотрим на Бриза и ждем от него какого-то крышесносного перформанса. Здесь не в нем вся соль заключалась, а именно замечательный болгарский снайпер Цветелин Дмитров показал нам, ну вот, мастерство и искусство игры с пистолетами. Браво, 1-0. Ну и, друзья, коэффициенты от нашего партнера GGBET 1.62 на ЕГЭ и на Фурию 2.21. На самом деле, 2 в 5 пистолетку залить, это еще надо постараться. Но вот, откровенно говоря, каждый собирал по одному в Фурии, и что привело к такому результату. Интересно, как дальше будут обстоят дела. Все-таки бомба присутствовала. Конечно же, команда из Бразилии покупает себе сразу две СГшки и... Галил с двумя деглами. Галил, да. Так, ну и под пуш от Бриза. Здесь под флешку, возможно, будет вылетать. Правда, одна уже залетает. Вот Церка, я так понимаю, она была. А вот у Итана ее уже не имеется. Поэтому Бриз просто в соло будет играть. Яр забирает уже Тарика на машине. И Б-плэнт, на самом деле, свободен. Правда, атака об этом даже не подозревает. Винни, если еще один фраг по Бризу. Ну, вновь раунд из большинства. Ну да, можно отметить то, что Фурия находит весьма легко. Он три фраги в этих первых двух раундах. И пока что это... Ну, первый раз не помогло. Здесь уже должно. Все-таки у защиты еще и гранат не присутствует. На какую-либо доигровку и укрепление такое любопытное. Больше со ставкой на центр карты. Где команды Фурия, только один игрок представлен, это Винни. И вот, наверное, любопытно то, что у него часть гранат, которых и так немного. Команды из Бразилии, мол, это две флешки. Винни на себе носит. Но придется идти под два дыма у Арта и Юрия. Да, на самом деле спокойно могут здесь выходить. Закрывать условный коннектор плюс КТ. И ставить бомбу. Хотя они пробрасывают на джангл плюс на лестницу. Ну все, если сейчас Станислав никого не найдет, могут спокойно пойти сейвить, например. Это тоже все еще рабочий вариант, но не хочется этого делать. Тем более, что дыма на КТ действительно не было. Церк тут как тут. Его только что прочекали. Но сам он найти свой минус не может. Зато он находит Станислав прострелом. Правда, сам погибает. Винни прошел. Митна никого так и не нашел. Опять же, все упирается в церка. И его авик на руках. Ну, благо для атаки еще время не полно было, чтобы перезанять позицию, подобрать бомбу. Ну и Юрий здесь на фаербоксе. Ошибается церк. Хотя был очень близок. И, наверное, Итану не хочется отдавать АВП своего тиммейта, которая появилась сразу на втором раунде. Но благополучно фурия им завладели. Ну, как-то игра свеч не стоила. Ретейк даже близок не был. Похож, что успешный. Ну, Станислав попытался, конечно, один фраг сделал. Но не более того. Да и тот в дым раз бы нашил. То есть он так нормально помог. Ну, будем смотреть, что будет происходить дальше. Вот он повтор. Юрий просто в дым под ветку нашивает на Станисова. После этого еще и перекрывает церка, который не до конца был готов к позиции. И по итогу получает себе вообще трипл килл. Гений. Интересный буст делает с тиммейтом. Но никто, судя по всему, к нему проходить не будет. Под позицию ямы. Ну, снова укрепление на центре. Вот что они придумали здесь. Злые гении. Ну, действительно, выглядят очень злобно в этом сетапе. Вот только, опять же, Фурия угадывает, когда им не нужно находиться в мидле в большом количестве. И продолжают действовать весьма аккуратно в этом направлении. Да, на самом деле, там защита бы спокойно принимала. Будь кто-либо там из Фурии, я думаю, парочку пистолетов бы скинулись даже по выстрелу в тело. И завладели бы плюс с калашами, с гэшками. Было бы уже неприятно играть. Но Фурия медлит, особо не торопится в этом раунде. И выискивает, судя по всему, энтрефраг, от которого уже будут далее отталкиваться. Нашелся фраг. Погибает Тарик. Пока ни разу ЕГЭ не начинали в большинстве по живой силе. И это, конечно, неприятная тенденция. Юрий играет Бриза. Ну и 3-5. Видели мы уже такое дважды. И пока что Фурия... Ну, этот раунд они явно не должны отдавать все-таки. Ну, максимум рассчитывать на какие-то крошесносные хэдшоты, которых пока что не присутствует от команды ЕГЭ. Присутствует только от Фурии. Итана нашли, в принципе, его тиммейта. Рассекретить-то тоже вопрос времени. Арт четкая переводка. Прямо не прикопаться, даже если бы хотелось, а не хочется. 5-0-2. Начало все-таки с бразильцами. 5-0-2 идет. Вспоминается мне матч против Мибро. Там Арт не самым лучшим образом себя демонстрировал. Но вот сейчас включается. И пока что с Юрием на двоих, скажем так, убивает команду ЕГЭ. Ну, и, конечно же, экономически, друзья, последуют для Illgenius. Тут варианта-то особо и нет, что закупить, поскольку денег притык у всех по 2 тысячи. Возможно, под пуш МИДа какую-то парочку девайсов выбить будет самым таким интересным вариантом. Ну, пока центр карты вообще как-то игнорировался командой Фурия. Они только чекали возможные поджимы и в позднем тайминге выходили обратно под эти позиции. Сейчас, кстати, расстановка по раунду практически такая же. И ничего здесь не меняется. МИД действительно пушится. Команда ЕГЭ. Ну, пистолетка от Фурии была через МИД. Возможно, ЕГЭ думают, что они прям каждый раунд так будут выходить. Но, камон, это Фурия. Они явно не будут повторяться прям из раунда раунд. Разве что это не карта Вертига будет. Не, ну, в последнее время должны достаточно давно играть с МИДом. Очень важны атаки. Но вот такие раунды тоже в арсенале должны присутствовать. Здорово, что понимают, когда это действительно необходимо команде. Арт хочет немного почистить, ему не позволяют. Трипл для Юрия, дабл для Вини. Но пистолеты прошли спокойно. Вообще, наверное, вот за исключением пистолетки, которая действительно нас приятно удивила от Церка, все пока идет максимально вот так вот стабильно под уверенную диктовку команды Фурия. Так, ну и Мираж, друзья, начинается, конечно, с неприятной ноты для ЕГЭ. Сейчас у них будет первый закуп, но без авика для Церка. И, наверное, не самый приятный момент именно в этом. Диффуз китов даже нет. Ну, поглядим, поглядим. На самом деле, кольты тоже могут неплохо поработать. Агрессия от защиты в МИДе на этот раз хотя бы Фурия играет через эту позицию. Ой, там могут заметить. Хеня увидел соперника, но попасть по нему каким-то чудом не смог. Станислава, я не знаю, как только что простили, но это произошло. Дают возможность уйти этому игроку. И по итогу, окей, 5-5. Надолго ли Станислав снова был под угрозой уничтожения? Ну, Арт его отпустил. Ну, три отыгрывают. В соло оставляют Тарика именно в пленте. И в шарте Бриз будет контролировать проход. Ну, Фурия, что же покажет? На самом деле, бомба еще на спауне валяется. Поэтому, наверное, не определились до конца. Хотя вот Хенни, как я вижу, за бомбой уже последовал. Дима там, по-моему, за Арта как-то приземлился так, чтобы он мог продолжать играть со своей позиции. Станислав прямо под стенкой. Ну, если там бунта будет, Винни уже забирает церковь. Станислав выходит, размен, смачок к нему врезается. Слышит это Арт. Но уже было поздновато настреливать. Станислав, за ним смерть по пятам идет весь раунд. И только сейчас он погибает. Сират его находит вообще спеллоса. Итан, ну, растерянно смотрится его позиция. Подставлялась сразу под все варианты выхода команды Фурии. И, короче, пока что ЕГЭ, ну, я не знаю, еще немного. И придется даже тайм-аут пожевать. Настолько вот жестко их шатают на карте. Фурия очень уверенно пока что выглядит. Размены очень своевременные демонстрируют. Ну, и Бриз, друзья, последний в ладдер-руме. Я не думаю, что даже за ним выйдут искать. Хотя, как вариант. Как будто с пистолетки никуда и не уходил. 4 АДР, 4 смерти. И возможность подсейвить Кольт в следующий раунд. Не факт, что проверят именно здесь. Все-таки позиция не самая стандартная. Хотя, опять же, опираясь на то, что мы видели, уже Бриз здесь. Вариант заподозрить его точку присутствует. Можно думать, что он там, не знаю, в апартах где-то сейвит вариант. Хотя Арт до конца не запрыгнул. К сожалению, я Бриз это уже услышал и должен быть контролировать. Арт все еще живет. И Винни по итогу его разменивает. 4-1. И экономический теперь вновь для ЕГЭ. Ну, конечно, можно поздравить Бриза с первым минусом. Но каким же многострадальным он выглядел. Все обойму, да, по-моему, всадил? Ну, где-то так оно и есть. Конечно, неприятно получилось. Вот тайм-аут, собственно, по заказу. ЕГЭ действительно прожимают пока что. Ну, до полутора тысяч можно скупиться, а то и меньше. И продолжать игру, я не знаю. То есть с мидом сетапы не работают. Вариант, который сразу после этого приходит в голову, это упор на яме какой-нибудь, например. Ну, или какие-то другие агрессивные сетапы. Возможно, укрепление. Тоже никто его не отменял. Да надо авик просто церку брать в руки и дальше уже решать вопросы с мидом. Потому что вот это вот укрепление по старту, что на форсе не сработало, что сейчас фурия готовы просто к таким движениям. От американцев. Ну и поглядим, что сейчас на пистолетах. ДГ покажут. Возможно, какой-то поджим интересной ямы хотя бы будет. Потому что если опять пять мид пойдут, то это прям слишком однообразно будет выглядеть. Я честно не удивлюсь, если фурия сейчас раунд через центр разыграют. Есть такая вот... Ну, у меня, по крайней мере, подозрение. Не говорю, что так оно и точно будет. Пока что очень осторожно действуют бразильцы, чтобы не отдавать свои раунды. Но посмотри, действительно, двое игроков очень быстро выходит под мид. Третий там на прикрытии где-то присутствует. И это Пелос агрессивный. Дик Сирата, ну, все-таки погибает после одного данного минуса. Там коннектор уже прошел. Арт. Не ожидал, как будто церка там увидеть. Но все-таки есть враг Станислав Шарта. Нет, не Шарта. А, Шарта, наверное, был. Но его просто разменяли. И Хеня, друзья, два фрага все-таки под концовочку дает. Но это хотя бы неплохой раунд получился в целом по экономическому дамагу. Потому что до этого там у Фурии у четверых игроков было по одной смерти. В целом, да и сейчас там даже у Вини и Хи не остаются они. Ну, немного все-таки помогла эта СГшка. В дворце, которую смогли реализовать на парочку минусов и заставить команду Фурия много перезакупиться. Но смотрю я на 15-300. Вот Вини не понимает, что проблемой бабки не являются. Да, там у всех на самом деле с экономикой все в порядке. Но Вини 15-300 на самом деле это просто сумасшедшая какая-то сумма. Учитывая, что всего лишь седьмой раунд у нас идет. Так, ну и с этапа два авика будут отыгрывать ЕГЭ. Церк плюс Тарик. Ну, наверное, Тарик. Ну, хотя да, в основном он и отыгрывает уже вторым АВП. Хотя пока что фраг он еще не находит до этого момента. Минус арт и entry фраг наконец-таки для команды Злых Деньев. Ну, нашли одно убийство уже хорошо. Минус капитан команды Фурия. Но, правда, он единственный под Б находился. Дальше уже атака начинает действовать чуть раскованнее под Аплентом. Доехал по перетягиваться. Так что раунд обещают. Ну, теплый прием для бразильцев как минимум. А здесь еще и дым не идеальный. А простой же такой фраг, казалось бы, будет, но не залетает. А если еще смочить... А нет смоков больше. Нет никаких гранат. Хотя Юрий как же открывается под Церк. А при фаером выдает хедшот. Визи забирает еще из Танислава. Бризи в размене. Три в три ситуация. Хейни контролирует уже джангл. А вот Настейриси, возможно, Итана и не ожидают. Да, он делает фраг по Юрию. И два в три. Так, интересно, позволит ли у Тихени. Это очень важный эпизод. Да, Энрике отходит. И ведь все это время его тиммейт уже перемещался к Сирата. Не настолько был скован в позиции. Поэтому просто бежит активно под бей. И он успеет занять бейсайт. Без проблем причем. Ой-ой-ой. А вот это вот первый неприятный носитель ЭГ. Посмотри, он, по-моему, сейчас в Андер пройдет. И там может быть перестрелочка вместе с Хейни. А он, по-моему, не успеет просто. Или он под шорт пошел. Ну, он чекнул Андер. Никого там не увидел. И дальше просто на центре обитает. Ну, и к Сирата с кухней, друзья. Тарика точно должен забирать. Учитывая, какая Тарика позиция к Сирату. А, ну тут погоди. Здесь продать может. Просто к Сирату своего тиммейта. У Хейни, конечно, дамаг залетел. И благо для Хейни. К Сирату успел его сразу разменять. Это по-моему, Савик и не ваншот залетел, да? Да-да-да. В ножку, наверное. Это уже везение можно назвать. Хотя не факт, что этого везения еще хватит. Все, от Сирата зависит в первую очередь. И он пока что все делает. Хейни фраг этот все-таки сумел сделать. Действительно. Бриз последний, друзья. Ситуация 2 в 1 для него. Позиции, я так понимаю, информации никакой не имеется. Кроме того, что на Форесте к Сирату отыгрывал Бриз. Ну нет, к Сирату не удается ему перестрелять. И 6-1-2. Как ты ранее упоминал, к Сирату лучший пока что игрок американского дивизиона. Так оно и есть. По крайней мере, было недавно. Можно перепроверить. Вряд ли ситуация эта изменилась. Учитывая то, как идет у Ксирата в каждой игре, пока нам показывают вот такую вот и небольшую информацию. Лучшая карта в этой пятерке у Фурии 65% винрейта. Ну да. И три карты уже стрик на Мираже. Маньяки Миража их назвали. Для ЭГС последние три месяца вообще только вторая карта Мираж. Так вот, у Ксирата рейтинг по версии 2-0 на этом ивенте 1.35. Ближайший соперник для него Нав с рейтингом 1.25. А дальше идет Хейни 1.23. Так что два игрока команды Фурия уже показывают себя невероятно круто. Арт спину зачекал. Минусы. Данцерком. Не успевает перестрелять. И ЦЗшка, конечно же, срабатывает. Так, плюс Тарик подбирает еще СГшку. Ну и на самом деле все пока что не так уж и плохо выглядит. Учитывая, что перетяжка под аплент уже выходит. Это снова мародерские набеги на девайсы. СГ Тарику позволили здесь унести. А вот дальше интереснее. Бриз Дигва зацепить Хейни не смог. Его сразу спугнули. Станислав сам по себе пока что на пистолете. Хейни перестреляет. Одна пуля буквально нужна была. И она залетает. Ах, жаль только что у Тарика Армора не было. А Станислав до этого сгорел. Церк. Второй враг еще делает. Церк забирает еще и ксерато. Как это работает вообще? 1-1 остается. Но все-таки Юрий вытаскивает этот раунд. Это 7-1. И практически выигранная половина уже для Фурии. Как же тонко было. Просто на тоненького там церку немного не хватило. Но возможно там и патронов не было уже. Не показали этот момент. Я вообще боюсь себе представить как там разворачивались события. И в принципе сколько инфы оперативно залетало. Сразу же в тимспике команд. Ну вот так вот еле-еле. Но Фурия выпутались. Уже в шаге от того, чтобы выиграть первую половину на Мираже. Но это атака. Вот вспомните опять же матч против Мэйбер. Собственно по-моему за атаку там Фурии не отпустили вообще ничего. За Мираже? Да. Да, они в чем 0 там практически закрыли. Посмотри, ну что за подпуш от ЕГ? Как это вообще должно работать, если вы просто идете и фидите Арту вдвоем? Причем флешка там залетала, так понимаю, им в глаза. От своего же тиммейта. Церк промахивается. Винни забирает еще его. Бриз. Уносите американцу просто с этой карты, с такой игрой. Правда вот Бриз не согласен с этим. Трепл кел уже делает. Ксерато есть на размене и Тарик последний. Пока что вы нас откладывается. Тарик попытается наконец-то найти хоть какой-то эффект для своей команды. В него сразу при фареом залетает Молотов. А не слышали. Не слышали, что он подгорел. И может на самом деле бомбу выбить. Попадает по арту. Один на один против Ксерато. Бомба прямо в Ксерато залетает. Баскетбольная передача. Второе везение на самом деле. Не ваншот по тени. Предыдущий Бетарик! Зачем вообще? Вы вот так вот раздраконили Тарика. Какой фраг? Какой раунд для ЕГЭ? Ну рано или поздно должны были забрать потную. Заканчивались у нас уже парочку разыгромок. Вот этот прыжок судьбы. Очень интересно смотрелся от Ксерато. Короче, друзья. Надо хейтить ЕГЭ. Тогда они будут играть. Прямо будут такие раунды вытаскивать красивейшие. Ну и здесь буквально с мачка одного не хватило. Атаки. ПВО Тарик в действии. Все в прыжке. Погибали от него. Без проблем. Такие минусы находят. Браво. Брависсимо. Статистика на 12-1-4. 130 АДР. Топовый результат на карте. Но Тарик, конечно, этот плач. Это прям божественно было. Очень меня пугает, конечно, то, что вторая карта Трейн будет у нас здесь. Все мы помним. Опять же, последнюю встречу команды Фурия пока что в ННИ-дивизионе. 16-4. На Трейне в том числе. Арт в прыжке. Заключает. Уже Брис отправляется с ним. Немного попадает по Итану, но не столь критично. Арт в смаки просто до конца на клоке уже лезет. Ну что же за дерзость от Арта. Чувствует кровь, судя по всему. Арт просто безумный берсерк. Абатлент уже занят на самом деле. Атака. Здесь можно выходить на сейф ЕГ. Ну а больше и нечего делать. Там вот этот вот одинокий выживший игрок. Это серьезная неприятность. Арт продолжал куролесить. Куролесить по всей карте Мираж, пока его уже не остановили. Все-таки в голову ему ударило то, что он принял до этого. И теперь поосторожнее. Будут пытаться сохранять оружие. Ну а мы с вами видим, что Сирата-то неподалеку. И готовится отрезать те самые сейвящиеся девайсы. Сирата всех слышит. Просто от опыта на него выходят. Минус Станислав. Размен пытается разыграть, но не работает. Это у Итана. Последний церк, друзья. Ну Авик, если засейвит, конечно, будет приятным бонусом на следующий раунд. Но не более того. 8-08, кстати, не такой плохой счет, если посмотреть по игре самой. Хотя промашки были прям супер нереальные какие-то. В любой другой ситуации церк бы убивал там и пятерых, наверное. Да, там неприятный был один эпизод. Но, тем не менее, в принципе, свою статистику играет неплохо. Церк сам вышел в итоге на прицел. Боялся, что в спину будут заходить, скорее всего. В спину бы и смотрел. Зачем самому открываться? Ну, непонятно на самом деле. Ну, в такие моменты уверен не будешь. То есть, зависит от того, где было больше игроков. Там, ну, так же мог кто-то в упоре стоять. Просто на ладонь. А в упоре и был там игрок. Просто что-то речь пошла. На последнем тайминге Юрий прибегал. Коэффициент нашего партнера Джебет перед вами. На команду Фурия нам предлагают 1-0-9 и 65 на Evil Geniuses. Жуткие кэфы, конечно. На самом деле, не знаю. ЕГЭ с такого счета вполне могут отыгрывать. Другое дело, что пока что не по игре, наверное, да? Вера в их камбэк. Ну, знаю, что-то еще непонятно, сколько раундов будет конечной отметкой для команды Фурия в их атаке. То есть, да, вроде бы на тоненького. Но, черт возьми, бразильцы играют как безумные. Как с цепи сорвались. Они пушат каждый раунд, не боятся абсолютно ничего. Там уже... 11 минимум, походу. Арт просто с глаком в коннектор под смог залетает, настреливает. Поэтому уверенность в бразильцах просто прям даже у букмекеров появилась. Так, ну, Итан, друзья, чекает мид. Там три игрока уже его готовы контролить. Смачок в окно, конечно же, залетает. Ну, Итан в близкую. Ожидается, возможно, какой-то буст, либо пропрыжку с лавочки. Ну, этого всего не будет. Пока что проходит Винни. Вот прицел на сгешке. Опять же... Ну, мы все с вами прекрасно понимаем, что команда Фурия и Криги на руках, это прям святое. А посмотри внимательно. Сейчас перетяжечка идет от двух опорников. И 4Б. Хоть и пистолеты, но все-таки 4 человека будут принимать. Винни. За 90 убивает его Тарик. Юрий также получает урона немного. Так, ну, 3-3. Надо разворачиваться, на самом деле, Фурии, потому что здесь и погибнуть все можно. Заколили, что нужно возвращаться. Правда, понимает ли о том, что один игрок все-таки присутствует по... Да, это главный вопрос. Первый красный идет. Точно должен забрать. Как же он классно морозится? Как же он классно морозится? Легчайший раунд должен быть! И просто сесть дефьюзить. Просто сесть дефьюзить очень далеко к Серата. Кстати, Серата теперь может и не отпустить этот раунд. Давайте поглядим. Как же он закончится? Станислав. Нет, все-таки Бриз его контролит с шорта. И третий раунд для ЕГЭ. Все-таки в ловушку попали. Фурия. Ох и Станислав, какой же коварный товарищ ТМ. До конца просто находился там. И эта позиция по итогу сработала. 3-8. Ну, вот, возможно, начало какого-то камбэка для ЕГЭ. Ну, пистолеты выиграли только что. Браво. Красавцы. Наконец-то Бриз с пистолетами тоже немного посмотрели. Минимальный повтор от Станислава. Ну, не считался он абсолютно по такому таймингу. Ну, учитывая, что поняли уже, что укрепление именно под Б. Подумали, что там, наверное, все пять игроков все-таки. Так, ну, два авика, два крига и кольт имеется у защиты. Ну, вот это уже приятный сетап, с которым можно набирать раунд за раунд. Это такой сетап, с которого можно вообще раундов больше не отдавать. Если не произойдет курьезов, они начинаются прямо с первой разыгровки. Арт пикает на авике. Вторая снайперская винтовка в атаке тоже присутствует. Что немного нестандартно, но для арта роль обычная. То, что Хенни по гипрострелам от Тарика, это еще интереснее. Вот вам и дуэль снайперских винтовок. Просто не прощает пока что авики. Тарик. Возможно, еще одну красоту нам такую продемонстрирует. Тарик, ну, буквально чуть-чуть уже замечает плечика. Есть еще один фраг от Тарика. Слушай, он получше, чем Церк даже с авиком отыгрывает сегодня. Вот даже тот клатч вспоминает два в один. Что сейчас эти два безумных фрага? Ну, второй фраг, он, по-моему, максимально не безумный был. Ну, в плане он не побоялся в агрессию пойти. Подсмок. Вопрос уже, наверное, самая уверенность в себе Тарика. Находят Итана. Правда, тут все еще живет. Молотов залетает за спину. Ну, и дальше Юрик все же не отпускает. Три в три. Ксератов все это время шерстит по сайту. Но бомбы нет еще на руках. Она в апартах там рядочком находится. И надо за ней выехать. Винни именно за ней побежал. Тут, наверное, впору подумать вообще. Может, как-то фейкануть и выйти под Б. Если ЕГЭ так переместятся жестко... Юрий не замечает пока что. Тарика, ну и под Б. Но здесь Брис еще, на самом деле, под шертом находится. Поэтому не так легко будет здесь выйти. Ну, Винни на дикой измене не находится сейчас. По понятным причинам. Там у него два тиммейта погибло поблизости. Это будет все-таки похоже, что фейк. Но это... Знаете, классические раунды вы постреляетесь под А, и я бомбу на Б поставлю. Все, конечно, хорошо, но до момента того... Вот Винни нужно найти. Если он находит Брис, то легчайший раунд. Замечает, но надо ставить бомбу обязательно. Хотя он потом в окружении игроков защиты оказывается. Хотя Тарик может и не понять, что именно бомба под точкой Б. Они сейчас пойдут выбивать А, я надеюсь. Где-то я такое видел уже, когда Норс отыгрывали против... Против кого же они отыгрывали. Нормально, нормально. Все нормально. Фух, страшно было, что будет ретейк несуществующего А, но благо оставил мы карте нюк такие специфичные раунды. Винни под пикшорт, ксират в коврах. Попытка убивания с китами, но без гранат. Пока что все неплохо именно для атаки выглядит. Так, сират забирает Тарик, а Винни минус Брис и легчайший по итогу раунд получился. Хотя нервы все-таки, я думаю, потрепали ЕГ своему оппоненту. Потому что там до конца не было понятно, получится ли выйти в ту самую точку. Ну и денег хватит, наверное, на закупку троих девайсов, но будут ли они делать такой лейн? Ну, два авика может появиться. Две формилки, либо пистолет и кольт. Пока пауза, так что есть время обсудить. Вообще мне нравится то, как Фурия пытаются раскладывать ситуацию. Даже в раунде, в котором они погибли с Танисового, все равно была видна попытка импровизации. С пониманием карты и только грамотным чтением действий соперника это вообще работает. Фурия набрали уже девятку раундов, это хороший показатель. Ну, тогда да, Танисова не до конца прочитали с его ЦЗшкой. Но, тем не менее, Фурия пока что, несмотря даже на тот эпизод с Артом, когда он с Гуаком шел простреливать, команда, которая не несется бронетанком туда, куда изначально планируют, если заколили на фристайме и идем, а они не идут, они могут спокойно себе позволить развернуться и доиграть дальше уже в импровизацию. Это круто, потому что раунды такие выглядят сразу интереснее, живее. И ЕГ, очевидно, сложно адаптироваться. Здесь вот такой три соперника. На самом деле, вот даже троечка вот эта вот имеется у защиты набратных раундов. Но вспоминаем, это пистолетка 2 в 5, потом еще один отданный раунд 2 в 5, когда Тарик клач 2 в 1 по итогу взял. И еще один раунд против пистолетов. То есть по игре ЕГ прям девайсных раундов еще не взяли, по сути. Ну, можем вспомнить много раундов, в которых от Фурии оставалось один-два игрока. Живых таких было достаточно много. Не могу сказать, что да, конечно, счет должен был быть максимально другой. Но мне кажется, что если бы те раунды не сработали, то какой-нибудь другой мог бы залететь все равно. Так, ну и Арт под смачок свой будет отыгрывать. Близ Молич прокидывает. Так, Арт. Авик выбросил. Говорит, не буду я с ним играть. Вот, кстати, смотрю на ту самую единственную карту Мираж. Она была на Бласте против команды OG со счетом 3-16. Выиграли, проиграли? 3-16. А не 16-3, так что проиграли. Так что отметочка в 3 раунда, мы ее еще запомним. Удастся ли ее преодолеть? Ну, потом... Они, по-моему, первую карту Трейн забрали 16-4. Потом проиграли 16-3. Ну, да. Ну, тут вся суть в том, что Трейн мы уже видели от бразильцев. Он был хорош. Если ситуация не изменится, то, возможно, мы ко второй карте начнем переживать за команду EG. Еще больше. Но ребятам надо, на самом деле, включаться уже на максимум, поскольку, ну, матчи у них последние не самые легкие будут. Как и, в принципе... Как показала практика, простых соперников здесь вообще нет, если честно. И любой может удивить. Хороший тайминг для себя ловит. Минус арт. Ну и, наконец-то, энтрефраг именно для диффенса. Так, ну, через коннектор, если будут заходить, здесь защита их просто похоронит вдвоем. Винни. Не до конца патита, что хотят делать. Все-таки через яму открывается локомотивом ксерат. Винни срезает моментально бриться. Есть еще один фраг. Церк показывает постоянно свою позицию. Но бомба выбита. Церк контролит ее, конечно же. Хени! Все, еще выживает. 14 секунд на тайминг. Ксерат, ну, бомбу успеет хотя бы поставить. С кт его никто абсолютно не контролит. Хени! Буквально там 1% хп остается у церка. Ксерата еще и прострелом попали. Какая хаешка! Это должна быть конечная для него. Так и получается. Так, внутри авика я вижу на руках. Наверное, кто-то все-таки СГ должен подбирать. Ну, 2 века СГ уж теперь. Какой же именно церк? Уверенный. С одним хаус-поинтом на успех пошел. Иди сюда, говорит. Перестреливает. Моментально. Вот такие вот дела. Не отпускают пока что ЕГ еще. Максимально, по крайней мере, первую половину. Ну, экономика у Фури уже подруинилась, на самом деле. Здесь последние деньги буквально остаются. В случае проигрыша на последний бая не будет полноценного. Ну, вполне можем посмотреть на счет 6-9. Это не так разгромно выглядит, как казалось нам по началу игры. Так оно и есть. Может оказаться все намного лучше по итогу для команды ЕГЭ. Несмотря на общую тенденцию первой половины. Четыре дыма от атаки под центр карты. И при этом раунд другой. Но! Слушай, а бомбу они, по-моему, забыли случайно. Я смотрю сейчас на эту архитектуру раунда. И бомбу забирали, ну, случайно. Так вот. Арт через коннектор вновь пытается выйти. Но там спиной Итан пока что посмотрит. Но вот уже нет. Повернулся. Так, ну и Станислав с КТ вместе с Церком не должны выпускать ковры, конечно же. Плюс Итан на контроле коннектора. Дыма атаки нет. Нужно просто проходить. Здесь как бы те самые криги и АВП делают пламенный привет. Такой раунд какой-то непонятный. Абсолютно. Сказали. Без каких-то дополнительных флешек, смоков, которые они уже прокинули. Ну да ладно. 2 в 5 остается. Фурия. Юрий вместе с Хене будет здесь ой как непросто. Хотя такой раунд они уже проигрывали. А вот смогут ли взять? Это огромный вопрос. Бриз забирает еще и Хене. Последний Юрий справляется с Бризом. Хотя бы какой-то экономический урон внес. Но на последний раунд денег у ЕГЭ будет сполна. Ну это фейк, который не сработал откровенно. И на моменте того, что забыли бомбу, он уже подпортил тайминг, который собирались использовать бразильцы. Ну по крайней мере я так это вижу. Возможно я не прав. Три больших мозга. Кор, Бриз, Церка и Тарика. Сейчас топ-3 пистолетных раундов. Игроков на пистолетных раундах в ЕПЛ Северной Америки. Тащат просто. Ну от Бриз да, там я помню какой-то лютый хайлайт. По-моему. Собственно на Инферно, что для него является дополнительным фактором жесткости. Против Стовороу скорее всего. Арт пропрышечку делает. Не замечает Станислава пока что, как и Станислав его. А неужели он шума не услышал? Ну хорошо, дали Церку уйти. Просто Станислав засейвил его жизнь. Бриз прокидывает неплохой молик в ковры. Бриз, ну минус 3 уже делает. Ах, хотя нет, там первый фраг от Станислава был. И Бриз просто зашивает уже. Последний Максират на одном хп. Тарики вот так же добирает. 6-9. Вот и на самом деле близкий счет вполне получился. Можно ли говорить, да, что после этого команда ЕГА вернулась? Я еще не знаю. Но в принципе счет оказался намного лучше, чем то, к чему вся ситуация шла. Последние ключевые раунды были просто перевернуты с ног на голову. И ЕГЭ вышли, ну на свои узовые минимум. Так точно, а может быть даже больше. Посмотрим уже по второй стороне. Помним снова-таки, что для команды Фурия в матче против Мэбиар именно атака выглядела максимально чистой стороной, на которой они... Это не за диффенс 9-0 закрыли. Ты перепроверил? Они 7-8, первую половину закончили, а потом диффенс 9-0 прошлись. Ну тогда еще как дополнительная интрига, наверное, получится ли так же жестко отыграть. Ну, скорее всего, прям настолько жестко не получится. 9-0 это будет прям слишком, учитывая, что тут всего лишь 7 надо. Ну, тем не менее. Знаешь, если не будет ни одного раунда от ЕГЭ взятой, я уже буду очень сильно удивлен. Все же кажется, что злые гении постепенно просыпаются. Не видим и правда Итана, что удивительно. В свое время его обсуждали как одного из таких очень талантливых стрелков как раз-таки. Но на карте Мираж его пока что, увы, не обнаружено. Там у него всего лишь несколько убийств. По итогу там первых 13 раундов так точно. Я там, по-моему, два фрага. Ну, в атаке может раскроется, как вариант, будет сам себе выискивать эти убийства и вполне может еще в плюсовую статистику выйти для себя. Ну, друзья, пишите пока что в чате, за кого болеете на первой карте, в кого более сильно верите. Потому что, ну, мне кажется, фурии здесь должны за КТ закрывать, если честно. Вот, откровенно говоря. Ну, посмотрим, как оно будет. Я просто готов смотреть и получать удовольствие. Ксират, Охени просто не будут прощать. Ну, поглядим, поглядим, друзья. Это всего лишь слова. Как будет сама игра, это уже мы увидим буквально через несколько минут, когда пистолеточка начнется. Наверное, с нее ЕГЭ начинать надо обязательно. Потому что, если фурия сейчас закрепится по экономике, то потом будет слишком сложно. Фурия одна из себя команд, которая будет тяжело там перевернуть позже. Я согласен. Дальше, напомню, вам идет карта Трейн по порядку в качестве уже пика от Злых Гениев. Ну, и третье решающее, если потребуется, будет карта Нюк. Вертига. А, по-моему, Нюк. Я вот вижу сейчас у себя Нюк здесь. А уже Нюк? А была Вертига вот справа у нас на экранчике. Ну, значит, нас обманули на экранчике. Поменяли, да. Обман, друзья. Непорядок. Если верить ХЛТВ, то именно Нюк. Вертига ушел последним баном от команды ЕГЭ. Посмотрим. Если дойдем до третьей карты, то выясним это уже с вами стопроцентно. Но, в принципе, я думаю, что как раз-таки карту Нюк нам там с вами и стоит ожидать. Ну, ждем. Ждем вторая половина. Я думаю, что, в принципе, игра не заставит нас с вами скучать. Посмотрю по концовке. Итана стрелял четыре убийства по итогу первых пятнадцати раундов. При этом в энтридуэлях он погибал трижды. И ни одного соперника подстрелить первым так и не смог. Вот такая вот ситуация не самая благоприятная. При этом, с точки зрения, ну, со стороны команды Фурия, наверное, можно выделить сверх агрессивного арта, которого мы видели и отмечали неоднократно. Пушал просто по всей карте. У него по энтре шесть три счет. То есть он в девяти из пятнадцати раундах первый стрелялся на карте. И еще и, ну, два к одному. Это хороший показатель в таких интри дуэлях. Очень хороший, на самом деле, да. Я, кстати, понимаю, почему ты говорил, что Фурия сильный в атаке. Они Ликвида в атаке закрыли. Там три девять они прошлись, поэтому... На самом деле у них мираж просто хорош получается, вот и все. Хоть и да, и не нужно искать здесь сильных или слабых сторон. В такой ситуации просто команда чувствует хорошо карту. Ну и до последнего раунда, вот я не знаю, единственный полноценный раунд, который меня сильно смутил, это вот этот безумный фейк, который не сработал. Но еще немного придется язык жестов открывать. Ну, нас вроде как вернули. Всем еще раз привет, если вы нас не слышали. Подключение. Да, ну и мы готовимся ко второй половине первой карты этого замечательного матча. Ну и обсуждаем то, что, в принципе, от команды Фурия один раунд. Какой-то был не самый рабочий, который вызвал много вопросов. Не получается, да, он и был. Когда через ковры открылись, через коннектор, там, либо яму, я уже не вспомню точно, но слишком легко было защитить их перестрелять. Надеюсь, заготовочки какие-то в защите у них-то имеются. Ну и пистолетка, друзья, вторая начинается. Фурия против Mebro, помню, они начинали 3-0 по пистолеткам. Посмотрим, что будет сейчас. Пока что 0-1 проигрывают. Ну, вот команда Фурия – это та, от которой можно очень хитрых пистолетных раундов ожидать. И, соответственно, будем смотреть, что же там будет происходить. Окей, начинается попытка уже атаки. Вот, а, Блэд Винни в упор! Все-таки до торка уже брал нож, чтобы резать, но это не придется делать. Юрий пытается еще и перестрелять церковь. Блин, замечает соперника за решеткой, но сделать с ним ничего пока что не может. Конечно, Юрий простриялся. Еще по итогу добирает, он через стеночку, наверное, залетает. И последний, друзья, Станислав. Ну, такое Фурия отдавать уже точно не должны, как они делали это в первом раунде. Но ситуация, конечно, намного сложнее. Теперь Станислав просто до конца, как левый львиной, борется. Но тут боюсь, что ничего не получится. У Станислава хорошего. Юрия он хоть и накалил, но соперников было слишком много, а бомбу забрать бы ему не позволили. 10-6. Тот самый пистолетный раунд, о котором мы говорили, забрать ЕГЭ не позволили. Более того, не было бомбы. Так что, ну... Все-таки ЕГЭ не Мибор, они вряд ли сделают форс. Они более, да, экономически правильно отыгрывают. Ну, друзья, коэффициенты на ЕГЭ 2.6 на первую карту. 1.46 на Фурию. Есть вопросы, на самом деле. Очень, да, такие любопытные кэфы. Учитывая, что там уже при счете 9-2 шестерку на ЕГЭ давали. Ну, где-то так. Сейчас 6-10, плюс Фурия за КТ. Сейчас ЭК от Evil Geniuses. Ну, не знаю, не знаю. Ну, да ладно, друзья, возможно, это ваша возможность словить хороший коэффициент на Фурию. Ну, либо на ЕГЭ, как вариант. Как Церк поймал молот в собой, не отошел. После этого, как-то так можете это сделать. В принципе, чистые глаки. И тут особо рассчитывать на интригу не приходится. У Фурии, поэтому есть хорошая возможность сейчас экономику свою забустить. Но ЕГЭ максимально медленно отыгрывают. Хотя непонятно, даже под 250-го хотя бы нет. Как бы, чтобы рассчитывать на легкое убийство, первая постановка бомбы. Здесь с глаками, так не знаю, лететь в пятером на одного надо. Ну, и то, учитывая специфику девайсов, даже это, вероятно, не сработает. Но посмотрим. У Ксерат как раз-таки фармилка. Тут и 25-ти патронка. У Винни на руках, который будет также из нее отыгрывать. Парни на глушителях. Ну, нормально. Свой импакт донесли, хоть и потеряли одного из игроков. Так, Хенни. Ну, какая-то не самая уверенная стрельба, на самом деле, от защиты именно с фармганов. Могли намного проще это делать. Нет, Хенни. Ксерат у него остается. И там еще МК должен подсейвить, конечно же, Ксерату. Он уже, да, подобрал ее. Так что все в порядке в этом вопросе. Посмотрим. Два фармгана все-таки осталось. Сразу АВИ Ксерата мог бы себе позволить, но покупает гранаты. АУГ берется. Ну, вот команда в Куре одна из немногих, кто, в принципе, АУГи до сих пор покупает. Вспомнил былые времена. Просто именно с них они, помню, начинали свое торжество на прост-цене. Хорошие результаты начали именно с АУГами показывать, с этой метой. Ну, вот сейчас не настолько далеко популярен, конечно же, этот девайс. Но все еще, знаешь, есть отдельные исключения, которые... Ну, под Б спокойно можно стоять. Вот именно Ксерата отыгрывает. Вполне там чекаешь себя спокойно апарты. Вот, в частности, мне вспоминаются Team Spirit на трене иногда АУГи берут. Мэджикс, я помню, отыгрывал с ним на руках. Из таких вот людей, кого многоуважаемые товарищи с трансляцией могут знать. Ну, и наверняка вы еще сами вспомните какие-то примеры. В принципе, конечно, несмотря на меньшую популярность, девайс все еще свой импакт иногда вносит колоссальный. Вообще, это, на самом деле, вспоминаю, когда еще не были столь популярны автоматические винтовки, вот эти СГшки, АУГи, когда Мэджикс Бой, по-моему, да, он часто СГшку брал. Вот прям никто еще не брал, а он именно покупал. Потом как-то так мета эта зашла всем. Там были, в принципе, некоторые отдельные товарищи, которые пытались. Вспомню, НБК точно когда-то пытался отыгрывать. Нео на АУГе играл в свое время. И еще, когда защищал знамены Virtus.pro, это было. Так что в очень бородатые времена. Но, тем не менее, да. В принципе, такие были пионеры этого движения. Но не стремно это было. Сейчас прям, если есть возможность, обязательно СГшки появляются. Ну и АУГи тоже по возможности. Лучше бы пропали. Наверное. Ну, поинтереснее, наверное, да. Скала 6-3 буду насматривать. План, давай вот посмотрим за выходом. Все-таки Ксерату минус Зитон. Ксерату не справляется с Тариком. Но хотя бы Виннис Фореста хорошо работает. Блайнд ловит для себя. Церк подгорает. 40 хп у него остается. Юрий забирает еще и Тарика. Ну, здесь уже закрыто. Вот защиты. Арт минус Брис. И последний Церк, друзья, тоже в живых не остается. 6-12. Первый девайсный раунд. Фурия, конечно же, себе забирает. При таком-то хорошем старте. И бомба вновь не ставилась. Очень много игроков в живых осталось в команде Фурия. Прямо так АУГи может еще и не дождаться своего момента истины. Какого-то минуты славы. Ну, вспоминаем. 0-9. Мибры проиграли им вторую половину. Возможно, тут аналогия какая-то будет. Будем смотреть. Но не хотелось бы, на самом деле. Хочется все-таки еще Бринфу посмотреть. Да и ЕГЭ, как мы ранее уже упоминали, победа это нужна на самом деле. Поэтому расслабляться им точно не стоит. Так, Хейни сейчас ХЕшку неплохую прокидывает. На самом деле нанесло урона не столь много, а вот вторая уже была более приятной. Ну, а дальше-то еще и зажигательная на низком старте. Так что все еще очень много урона гранатами планируют нанести Фурия в этом раунде. Пошла зажигательная. Никого она не зацепит, судя по всему. Хейни в игре. Все отыгрывает. Не ожидал он там Галилу видеть. Тарик забирает уже его антрефраг для атаки. Наконец-то имеется. У нас здесь еще есть два опорника от Фурии. Юрий справляется уже с Бризом. И четыре в четыре. Остальные позиции в отдаче. Но вот здесь важно отметить, что самоката нет. И придется как-то стреляться против этого КТ. Стреляться оказывается легко. Там и девайс можно поднять. КП мало, но позиции отличные. Станислав не справляется к Сирату, хотя уйму урона ему наносит. Девяносто один продамажил. Ну, выбивание, конечно, должны делать. Здесь Фурия. Тарик замечает. Но Тарик делает еще одно убийство. Может, триплкил в целом для него. Ну, тему, конечно же, тут, конечно, можно подкурить. Но он не собирается, судя по всему, уже выходить на выбивание. Собирается уходить на сейв. Раунд от одного Голива. Дамы и господа, только что сработал. Подкараулили первого на агрессивной позиции. Дальше смогли продавить. Очень важно было пройти КТ. Так легко, как это оказалось по итогу для ЕГЭ. Так что... Там спрей, по-моему, не законтролил Юрий. По-моему, именно он там отыгрывал. Ну, у Юрия вообще была опция, на самом деле, отойти. То есть он из-за того, что там пистолет, пытался действовать более активно. Но мог взять угол ближе уже к КТ-спауну и отстреливать оттуда. Кстати, Юрий, посмотри, 20 на 10 отыгрывает. Прям топовый игрок на карте. Не, ну так-то молодец. Но в том моменте конкретно... Да, подфейлил. Раунд от него зависел, скажем так. То есть не то, чтобы прям... Мы скажем, что после этого Фурия проиграли. Но судьба раунда висела как раз-таки на этой позиции. После этого не могли себе позволить из защиты пойти на ритейк с КТ. Ну и в целом, если посмотреть Итану вместе с Хеней. Все еще не включились в эту игру. Быстрая раскидка от ЕГ по точку А. Ужели не чекают Юрия? Абсолютно никто не смотрит. Итан тоже размер не делает. Что случилось? Просто с ЕГ Юрий забирает еще и Станислава. И последний Тарик Арт с ним тоже справляется. Раунд закончился, наверное, за секунд... Сколько там? 15-20? Меньше 20 секунд. Длился этот замечательный раунд, как и, в принципе, выход от команды ЕГ. Ну, на самом деле, такой потный раунд от предыдущей забрали. На пистолетах же все хорошо получилось. Почему не попытаться разыграть медленно? Там, Майнд Геймс какие-то сделать, фейки. Нет, надо лететь. Ну, раунд, который выиграли, он был далеко от Майнд Геймса. Они поймали соперника. Не, говорю, Ветер, почему не сделать? Ну, абсолютно непонятно. А есть ли эти раунды в арсенале сейчас? Так, ну, команда штоповая, на самом деле. Ну, сколько они там? Топ-1 же были, да? Там неделю или сколько? Ну, три раунда против ОДЖИ. Единственный Мираж за последние три месяца. Все еще. Никуда не девается. Не знаю, но NRG всегда Мираж был. Даже, вспомнил, наверное, в финал против Нави не отыгрывали. И там Мираж в пуле был второй картой. Да, Мираж — это карта, от которой сейчас оказывается все больше просто команд. Я, кстати, слух где-то читал даже, что, по-моему, Мираж на кэш будут менять. Ну, сто лет информации о том, что Мираж следующий уберут. Все об этом говорят. Астралис давно не играет Мираж, тоже не просто так. Есть инфа, инсайдерская. Я дозреваю, что этой карты не будет. Ну, даже не инсайдерская, это здравая логика. Мираж — единственная карта, которую не перерабатывали. Давненько. Да, Винни не ожидает, судя по всему, позицию Тарика, хотя голову и замечает, и легкое убийство ССГ тоже последовало. КД-2 уже, 18 на 9. Еще этих Е не забирает, еще и Бриза, ну, как-то ЕГ абсолютно неуверенно выглядят. Как будто неразыгранные, я не знаю, как это еще назвать. Тимплея прям по минимуму от них. Ну, мне больше кажется, что общей идеи на раунд не так много, как было у тех же бразильцев. Пока то, что тебе показывали в атаке, это постоянный контроль ситуации. Понимание того, что будет действовать, как будет действовать соперник дальше. Здесь, ну, поищем фраги под центром, пойдем куда-то, ну, как-то так это выглядит. Это не игра топ-команды уж точно. Ну, возможно, ЕГ просто онлайн давно не играли, тоже, как говорят. Не можем не учитывать этот фактор. Но в любом случае, условный ФПЛ же сидят, да все катают. Все еще может быть дело просто в карте. Серьезно. То есть, посмотрим на трейн, там уже будет понятно, чего ждать от команды ЕГ. Но пока такая, это легкая миниатюра, почему защите нельзя позволять сохранять криги. Из-за чего столько последствий возникает. Ну, Арта и Винни, вот, например, СГшки есть. Ксерата играет на Олге, как и ранее. Да, у нас третий тайм-аут уже от команды ЕГ. Да, паузы залетают, но раунтов пока что не столь много. Ну и, как оказывается, команда ЕГ худшая по опен-дуэлям на ЕПЛ в североамериканском регионе. У них 42% там. Вот так вот. Это вам, конечно, не... Сколько там? 23 антрефрагового ВП было. В злополучной игре против Маус. И по итогу все равно счет 0-2. Ну, это так. Это просто пришлось к слову. Мне вот интересно, как игра Тайлу с ВП закончится. Потому что сегодня Тайлу против Маус Спортс прям хорошо трейн. Отыграли удивительно. Там 13-13 даже в один момент был счет. И проиграли пистолетом, и потом уже залили. Я даже боюсь себе представить. В любом случае, стоит, конечно, держать кулаки за ребят. И надеяться на то, что найдут они свою игру. Ну и пока у нас здесь будет такой контракарты. Ладно, чуть позже об этом упомяну. Был прожим. Минус Бриз. Минус Церк, друзья. Винни не справляется, кстати, с Тариком. Но Арт уже готов его выходить. Разменивать. С ХЕшкой немного ошибается. Поскольку Ладарум не зашел. Тарик. А неужели его не было слышно? Он дропается. И Арт. Даже видно, может быть, в какой-то момент. Арт посмотрел. Он на лавочку. Причем любопытно, что Арт играет на ЦЗшке. Для того, чтобы не палить себя Револдом. Но, в принципе, решение неплохое. Сиротов, Станислав. Не знаю. Идеи нет как будто у ЕГЭ. Надеюсь, надеюсь, что все-таки проблема в карте. Это называется «Увидимся на трейне». Сейчас, в принципе, то, что происходит. Я думаю, сейчас могу позволить себе вот время, которое тут осталось, посвятить замечательной, прекрасной теме, которая сделала мой день. Друзья, это то, что не является первоапрельской шуткой. Действительно, просто космической новостью. Возвращение секс-символа Counter-Strike на профессиональную сцену. Это прям лучшее вообще, что могло с вами произойти. Если вы не видели анонс на Ютубе новой команды ДОСи, то обязательно посмотрите. Оно того стоит. Это шедевр просто, друзья. Вот так вот команды, чтобы каждый тизерил. Это прям мы будем жить в утопии. Я, кстати, не смотрел еще видео. Это твоя роковая ошибка. Там прям круто. Там прям сок. Сочный сок. Обязательно залетаем на Shell TV, чекаем последнюю новость и видос тоже смотрим. Пока что, друзья, у нас 8 обоинтов для Фурии. Ну, ЕГЭ здесь просто должны уже отлетать, скорее всего, в следующем раунде, поскольку денег не столь много у них остается. Да, и даже когда девайсы есть на руках, идей нет. Все к этому, к сожалению, и идет. Вот мы повторы того, что происходило. Арт, ну, максимально круто разыграл в конце. Причем любопытно это его, на принципе, играть с СЗшкой. 5 галилов и достаточно много гранат, как для такого вот закупа. Так, ну что, вновь мид занимает плюс яму. Скорее всего, сплит Апланта. Тарик дефолтный молик на старт прокидывает. Тарик уже готов принимать любого, кто откроется под мид. Очень нестандартно еще пробежался дальше по этому периоду. Так далеко не каждый игрок действует. Юрий будет в упоре здесь до последнего играть. И высока вероятность встречи с бомбой. У него первым номером будет Станислав. Они чекают его, судя по всему. Хотя, там под шортом аккуратно, судя по всему, отыгрывал. Поначалу Арт забирает Станислава. Юрий минус церк, но Брис есть хотя бы на размене. Тарик абсолютно не читает Арт. Ну и 3 в 3. Кенни. Пока еще не поздно развернуться. ЕГЭ у них минута 10. И сильно торопиться выходить под поэнт. Я не знаю зачем. Кенни одна из возможностей, на самом деле, сейчас сделать себе КТ более единицы в этом раунде. Эта возможность пересекается с Маком прямо сейчас. Теперь уже от Энрики. Мы вряд ли дождемся основного экшена. По крайней мере, в ближайшее время. Выйти на постановку парням все же позволили. Еще и Винни свою перестрелку проигрывает. И вот теперь доиграть под А выглядит вполне себе реальным вариантом. Не факт, что Фурия пойдет, если честно. Смотри, там у Юрия 6600, у Артур 1000, у Винни 2. В принципе, два девайса сейвят, там раздропы летят, и все у них будет хорошо. Там Хенни и Кольт по-любому сможет себе позволить отдать кому-то. А вот и второй. Вот как бы шутки шутками. Второй раунд ЕГЭ для себя за атаку смогли забрать. Конечно, впереди еще очень долгая дорога камбэка. Да, еще целых 7, чтобы хотя бы на допы это все дело вывести. Ну и 815. Злые гении пытаются еще бороться на карте Мираж. Два девайса, конечно, подсейвили себе Фурия. Там никто за ними не выехал. Юрий 8000. Возможно, второй авик появится, как вариант. Ну, могут себе позволить. К тому же Ксирата, например, авик под Б подарить, чтобы играл себе там более комфортно. Ну, или Арт. Мы видели, что сегодня уже на снайперской винтовке второй отыгрывал. Опять же, для него роль не новая. Так, ну, тайм-аут первый. Фурия прожимает за карту. Все-таки особо у них и проблем, наверное, не было, что паузы... Да, не было вообще каких-либо прецедентов, когда нужно было тайм-аут прожимать. Сейчас это мера предосторожности, из-за которой можно лишь респект выписать. Кстати, смотри, тут до сих пор Вертига. Вертига до сих пор пишет. Ну, это ошибка, ошибка. Оп, надпись аж пропала от стыда. Ого! 10 из 12 пистолеток от ЕГЭ. Ну, это серьезный показатель, на самом деле. Дриггер-фингер. Ну, учитывая то, что там трое лучших пистолетчика, как нам до этого показывали, то, в принципе, все сходится. Здесь будем следить дальше, как будут по пистолеткам дела обстоять, потому что вот Фурия явно шатает. И берет такие вот ключевые эпизоды. А ты говорил, после первой половины, да, у Итана 4 фрага было? Да. До сих пор не сделал, еще нет одного фрага. Не раскрывается в атаке пока. Надеялся я, что он сможет все еще включиться, но, к сожалению, для него игра не ладится. Возможно, Итан, ну, на трейд покажет себя. Я повторюсь, Итан Арнольд в свое время был один из таких невероятно перспективных игроков и на регионах, которого очень сильно обсуждали, еще когда он носил свой никнейм по заветам господина Катляра задам наперед. Да, да. И многие его называли Нахти. Нахты, да. Непросвещенные люди. Было-было. Так, ну и выход от ЕГЭ очередной раз именно по точке А. Что получается, то и делаем. Говорят, злые гении. И попытают свое счастье еще раз под Аплентом. Но там Хенни с джангла будет холповать по столь быстрым таймингам, как только получится. Арт. Смачок неплохой. Флешка. Не запоздала Ли. Тарик не ослеп. Тарик забирает Тарта. Юрий. Спот Белеса. Есть одно убийство. Далее. Брис открывается на него. Аплентация в плюс ЕГЭ выходит. На КТ игроков защиты не было все это время. Так что тяжеловато найти для себя зацепку. Винни забирает церковь. А что это только что произошло? Ну, неважно. Винни разменяли. Это на коннекторе было. Все. Сейчас важнейший момент от него. Если Станислава убирает, никто на размен сразу не выйдет. К Серато. Ну, аккуратно пытался чекать. Флешка неплохая залетает. Станислав ослеплен. Минус бомба. Какой хедшот. Еще и Кенни. Будучи в блайнде дает ключевой фраг. И вот сейчас все в руках только у Бриза. Винцент Гайонте. Один на... Ого! Вот так вот. Просто Юспика на руках. Он в плюс на КД все-таки вы...